Здравствуйте! На телеканале Новый Век программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы покажем водителя, которого страсть к езде в пьяном виде довела до уголовного дела. Все. 1,140 миллиграмм литра. Мужчина ехал нетрезвым, будучи лишенным прав за пьяную езду. Расскажем, чем подростки помешали жильцам дома на проспекте Ибрагимова. Мы вступили сегодня. Я не помню. Я не помню. И в каком они были состоянии. А также сильно избитый мужчина. Подожди, стоп, бэн. Ты не дюй. А зайди, пожалуйста, еще раз говори. Подозрительный чемодан у подъезда. И плантация конопли. В каком количестве кустов или чего там? Не знаю. 10, 15, 20 минут. Это и не только прямо сейчас. Уголовным делом закончилось желание 25-летнего молодого человека прокатиться за рулем автомобиля минувшим вечером. Машина была его, но вот прав ей управлять его лишили год назад. Поймали пьяным за рулем. В этот раз он наступил на те же грабли. В автоинспекцию позвонил прохожий, который обратил внимание на неадекватную езду мужчины за рулем Киа Спектра. Проезжей части ему было мало. Он периодически заезжал на тротуар и даже задел пешехода. Сколько выпил водитель перед тем, как сесть за руль, знает Юлия Гоголева. Он признал, что он уже лишенный. Родственники приехали, люди стоят, угрожают. Он просил не показывать его лицо. Этот молодой человек обратил внимание на неадекватное поведение водителя Киа Спектра на улице Латышских Стрелков. Рассказывает, автомобиль вилял из стороны в сторону, заехал на тротуар, задел его самого и также виляя уехал. Он же и позвонил в ГИБДД. Он туда в поворот уже не влетел. Заехал на пешеход. Мимо меня сначала пролетел. Потом он там в магазин развернулся и обратно уже ехал. Автоинспекторы не нашли у молодого человека никаких документов. Впрочем, вскоре выяснилось, что живет он совсем рядом, в соседнем доме. Мама, сестра и девушка водителя Киа пришли на место задержания почти сразу. Давайте я принесу документы. Принеси кипоскоп. Сам водитель иномарки все это время просто спал на заднем сидении своего автомобиля. Его еле разбудили для проведения необходимых процедур. Вставайся. Вставайся, говорю. Вставайся. Встать он хоть с трудом, но смог. А вот самостоятельно дойти до патрульного автомобиля нет. Прав, как выяснили автоинспекторы, молодого человека лишили еще год назад. Тогда он также сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Уроком для него это не стало. На этот раз он, судя по результатам теста, выпил около бутылки крепкого алкоголя. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Все. 1,140 миллиграмм литр. Сам он отвечать, куда ехал и почему пил перед тем, как сесть за руль, отказался. Родственники комментировать ситуацию не стали. А вы знали, что он ездит? Статья 51 Конституции Российской Федерации. Понятно? Эта поездка обернется для 25-летнего молодого человека уже уголовным делом. За повторную езду в пьяном виде ему грозит, помимо лишения прав на три года, штраф от 200 до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Все свободны. Спасибо за внимание. Юлия Гоглева, Константин Бушуев, Вызов 112. 24-летняя девушка, водитель Митсубиси Лансер, пострадала, врезавшись в столб освещения на улице Миля. Авария произошла в 10 часов вечера. К этому времени мокрый асфальт покрылся слоем льда. Дорога в этом месте делает поворот. Автоледи, двигаясь со стороны улицы Дементьева, потеряла контроль над автомобилем. Ну там вон залолёт же, видно, как скорость проходить не могла. А вот же следы, да, я получил? Да, я сам с Миля ехал еле как аккуратно. Я же не справился. Сильно пострадала? Нет. В результате столкновения девушка получила травму головы. Прибывшие на место аварии медики осмотрели пострадавшую и приняли решение о госпитализации. После обследования и оказания помощи её отпустили на амбулаторное лечение. В одном из домов на проспекте Ибрагимова группа подростков распивала спиртные напитки. В нетрезвом виде молодые люди, которым 13-15 лет, стали буйно себя вести. Жильцы дома вызвали полицию. Всего стражи порядка задержали шесть юношей, которые пытались скрыться, бросившись в рассыпную по подъездам. Но сделать это им не удалось. Мешало в том числе и их состояние. Со спиртным подростки явно перебрали. Организм выпитый не принимал. Кто и чем их напоил, молодые люди будут объяснять уже в отделе полиции. Стражам порядка также предстоит выяснить, откуда подростки взяли алкоголь. Сильно избитого мужчину, лежащего на лестничной клетке, обнаружили жители одного из домов на улице Бондаренко. Опасаясь за его здоровье, они вызвали полицию, скорую помощь. Сам что-либо рассказать мужчина не мог. Единственное, что сообщил ненадолго, придя в себя, что упал он сам. Но это не было похоже на правду. Врачи скорой помощи осмотрели пострадавшего на месте и не найдя больше видимых внешних повреждений, приняли решение госпитализировать мужчину в нейрохирургическое отделение 7-й горбольницы. Целую плантацию нарко-содержащих растений обнаружили полицейские у 32-летнего жителя поселка Кульсиитово. Это в Искогорском районе. О растениях он заботился в помещении, где выращивалась конопля. Для хорошего урожая были созданы все условия. Их увидел Ирамиль Шайдулин. Полицейские выяснили, что 32-летний житель поселка Кульсиитово всерьез занялся сельским хозяйством. Только возделывал он растения, запрещенные для культивации. Опыск проходил при понятых. С первого взгляда было ясно. К делу мужчина подошел со всей душой. Для растений были созданы все условия. И специальные лампы, и обдув, и теплый воздух, система автоматического полива и все необходимые удобрения. Сознался он даже регулярно измерял кислотность почвы. Растения отвечали ростом. Всю созданную имплантацию оперативникам пришлось разобрать и увести в качестве вещественного доказательства. В результате обыска стражи порядка из дома задержанного изъяли 20 куст наркосодержащего растения. Согласно результатам экспертизы, изъятое растение является коноплей массой около 940 граммов. Кроме того, изъяты марихуаны и галлюциногенные грибы, содержащие наркотическое средство псилоцин. В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства». Рамиль Шайдулин, вызов 112. Подозрительный одинокий чемодан обнаружил у своего подъезда житель одного из домов на улице Нуриханов-Аттаха. Поздно вечером он приехал домой на такси, но подойти к дому не решился. Позвонил на единый номер вызова экстренных служб 112. Мусорные контейнеры стоят в другой стороне дома. На выброшенный чемодан не был похож, а опыт, полученный во время службы в горячих точках, говорил мужчине, что объект может представлять опасность. Пошел в сторону подъезда, смотрю, чемодан стоит. Никого рядом нет, непроизвольно, даже близко не стал подходить. Телефон оставил на капоте, посмотрел, как служба в армии позволяет. Проводов вроде не торчит, но на всякий случай вызвал службу 112. Специалисты чемодана открыли и осмотрели. Ничего подозрительного в нем не обнаружили. Два женских носка, которые находились внутри, на вид были чисты и опасности для окружающих не представляли. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Алияха Ирудинова. Увидимся. И не бросайте вызов судьбе. Друг она его примет.